Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Слушайте, ну вчерашняя ситуация с этим M-Box, это, конечно, что-то с чем-то. Я на это смотрел просто, как взрывались чаты, все спамили друг другу коды. Мне это напомнило больше всего вот эту ситуацию. Ну реально, когда все бегут получить свои 50 баксов, ребят, ну все понятно, конечно, но давайте все-таки будем сохранять холодную голову и держаться на дзене, на спокойствии, потому что, ну это нездоровая херня. Вот, ладно. Тем не менее, да, мы видим, что этот M-Box, собственно, попер расти, естественно, поскольку все кинулись его, видимо, покупать. Но я вообще о другом хочу с вами поговорить. Я хочу поговорить с вами об эфире, который мы видим, что сейчас лучше всего показывает динамику за последние пару дней. Даже из альткоинов-старичков мы видим, что эфир к биткоину очень хорошо попер, посмотрите. Опять же, на 4-часовом таймфрейме отбился от сетки, пошел наверх. К доллару, соответственно, естественно, тоже эфир идет наверх, поскольку весь рынок идет наверх. То есть к доллару эфир идет быстрее, чем биткоин сейчас наверх. Вот, и все, конечно, замечательно. Но, смотрите, тут двоякая ситуация. Включаем недельный таймфрейм и видим, что, блин, эфир, ну это просто отвесный памп какой-то. Просто to the moon. И с точки зрения теханализа, это, конечно, хорошо. Посмотрите, мы абсолютно в чистейшем булране на недельном таймфрейме. Эфир к доллару, вот мы отбились от сетки MA Ribbon. Второй раз мы отбились уже от верхней границы сетки. Третий раз мы даже до нее не коснулись. То есть это явный признак параболы, да, что сетка сделает вот так, а цена сделает вот так. И эфир просто сейчас улетает куда-нибудь на 8, 10 или там даже 12 тысяч долларов. Вполне себе вероятный сценарий. Вполне себе вероятный. Тем более, если вы посмотрите на предыдущие булраны эфира, то же самое абсолютно. Смотрите, тоже вот поддержка на сетке. Отбились от сетки. Отбились выше сетки, еще выше сетки. И дальше уже, не касаясь сетки, летели до самого верха, до самого пика предыдущего цикла. Потом, собственно, когда мы уже потрогали сетку, провалились под нее, все, тут уже была настоящая медвежья история. Вот, поэтому признаков на разворот пока нет. Еще раз говорю, с точки зрения теханализа, да, это идет наверх. Но меня настораживает тот факт, что вот, например, эфир недельный на байбите, да. Тут абсолютно мы видим отвесную скалу. Это хорошо. Но фишка в чем? Если вы держите лонги еще вот отсюда, или тем более вот отсюда на споте, вообще вопросов нет. Можете даже меня сейчас не слушать. Но если вы марджин трейдер, если вы маржинально торгуете с плечом на фьючерсах там или еще где-то, то вы наверняка уже забирали много раз профиты и перезаходили. Как, собственно, делал я и как делали многие. Я вот недавно, собственно, забрал профиты из последнего лонга, который у меня был набран вот здесь. Набран он был вот здесь. Потом я его разгружал, плавно усреднял. В итоге я его полностью закрыл на недавнем проливе, потому что не хотел это терпеть. И перезашел. Так вот, прикол в чем? Смотрите, что перезашел я вот здесь. Как вы можете видеть, вот эта пунктирная линия на графике – это моя точка входа. Да, у меня небольшой объем позы, но тем не менее ликвидация у меня сидит сейчас вот здесь. И я подозреваю, что у многих из вас ликвидация еще выше. Поэтому я о чем хочу сказать? Что даже если мы идем наверх, вы представьте, что… Вы просто осознайте, что мы сейчас лонгуем с вами локальный хаи, если вы это лонгуете по эфиру. Соответственно, он может сделать просто вот так и потом улететь наверх и ликвиднуть меня, и в том числе и вас, если у вас здесь где-то ликвидация. Вот мое предостережение вам, что эфир уже достаточно сильно запамплен. Не факт, что он сейчас это сделает, я не говорю ничего, но если он так сделает, просто потом будьте к этому готовы и не обижайтесь потом на себя в первую очередь. И тем более ни на кого, и на меня в том числе. Вот, что я думаю по эфиру. Хотя выглядит он, конечно, замечательно. Тут вопросов нету. Эфир к доллару выглядит наверх, эфир к биткоину тоже. Но я просто что вам хочу, как всегда, сказать, ребята. Посмотрите, как выглядел эфир вот здесь. У нас был красный манифлоу, гигантский дивер на маркет сайфере. И это все отработало как дно медвежьего рынка. И вот мы после этого улетели уже с вами на 3000% по эфиру. Поэтому еще раз вам повторяю, ребят, если вы хотите так, ищите лучше монеты, которые сейчас на дне. Потому что, смотрите, грубо говоря, если вы сейчас лонгуете Dash, то вас вряд ли ликвиднет. Понимаете, если вы по такой же схеме, вот у нас только-только выход из красного манифлоу, посмотрите. Если вы по такой же схеме набирали Dash, то у вас должна быть ликвидация, я не знаю, где-нибудь на 60$ стоять. Я сейчас говорю про такие, про, понимаете, про какие трейды, да? Ну или даже там, окей, на 100$, тут уже вы сами себе риски рассчитываете. То все, вы потом просто все вот это движение сидите и тупо уже передвигаете стоп. Или вообще не передвигаете стоп. Ну то есть ваша ликвидация, это и есть ваш стоп. Поэтому для спота и для марджин трейдера, и для марджин трейдинга, и для всего, на мой взгляд, Dash сейчас один из лучших вариантов в плане потенциала роста. Вот. Ну ладно, это я и так уже много раз говорил. Я, наверное, вас достал с Dash. Ну, ребят, вы потом, когда он взлетит, вы потом поймете, почему я так много вам о нем говорил. Я ведь вам также и про эфир классик говорил, кто помнит, когда он валялся на дне. И про многие другие монеты. И про Dogecoin, и про SHIB, и про Basic Attention Token. Про MANU я, конечно, мало вам говорил, но я ее просто накупил еще до того, как активно начал вести свой канал. Вот. А так, что хочу сказать? Хочу извиниться еще. Я вчера в запаре что-то говорил про XEM. В итоге посмотрел манера к биткоину. Давайте еще раз уделим этому внимание. XEM BTC мы хотели посмотреть. В итоге посмотрели манеру. XEM BTC выглядит очень похоже на Dash. Для исключения того, что здесь вот такая вот скам-фитиль. Скам-вик, скамовый фитилек наблюдается. Вот. Но мы видим, опять же, гигантский дивер. Помните, как мы видели с вами на эфире только что в конце медвежьего рынка? Гигантский дивер и длительную, огромную зону накопления. Так что тут, конечно же, надо понимать еще, что за проект XEM. Потому что вот эта двойная вершина к битку выглядит не очень здоровой. Выглядит как у Ripple. Кстати, кто помнит, у Ripple к биткоину тоже была точно такая же двойная вершина вот здесь. Причем интересный факт, то что первый раз Ripple здесь стоил далеко не 3 доллара. Это был апрель, май. Это был май 2017 года. Первый раз Ripple здесь стоил всего-то 40 центов на этой вершине. Вот почему так важно смотреть стоимость альткоинов к биткоину. А второй раз он стоил уже 3 доллара. Понимаете? А к биткоину это выглядело как двойная вершина. И это давало вам больше понимания, да? То есть вторая вершина чуть ниже. Это давало вам больше уверенности в том, что это все. Дабл топ. Вот почему важно смотреть альты к биткоину. И раз уж мы смотрим на Ripple, то смотрите, мы все еще в этом канале накопления к биткоину. То есть когда мы из него выйдем, Ripple к доллару может улететь и долларов на 10. Вот. А по XEM, XEM USD у нас неправильный график с вами. Нам нужен XEM USD более старый график, чтобы видеть тоже эту историю. Давайте посмотрим с биржи Poloniex, например. То же самое по XEM. Обратите внимание, вот эта двойная вершина к BTC, о которой мы говорим, это тоже был май 2017 года. Это был препик альтсезона. Понимаете? Кто говорит, что альтсезон был в конце 2017 года, они просто не знают, что было. Альтсезон к биткоину был настоящий. В начале, еще в 2016 году он начался, альтсезон к биткоину, кто помнит. А в 2017 году был конкретнейший альтсезон. Это при том, что биток стоил еще там 1000 долларов, 2000 долларов. Вот. И на нем как раз многие покатались. А вот потом уже всех побрили, когда все уверовали уже в бесконечный to the moon. Вот. Поэтому XEM USD, вы видите тоже, что его первый пик-то был на самом деле 32 цента в том альтсезоне. И сейчас даже, сейчас он все еще ниже этого предыдущего пика. Вот. Поэтому динамика, в принципе, здесь, как сказать, относительно положительная. Тоже мы видим повышающиеся минимумы. Мы видим зеленую точку на сайфере. Правда, небольшую. Но после большой, после выхода из красного money flow. Локальный мы видим небольшой красненький money flow сейчас. Так что в моменте могут нас еще продавить. Но тут надо смотреть внимательнее за XEM BTC. Я лично XEM не торгую, не держу. Но то, что он на абсолютном дне валяется, это абсолютно, ну, это медицинский факт. И надо смотреть, что там за проект. Будет ли вообще у них какая-то движуха. Будет ли памп. Но на таком дивере, слушайте, грех не подобрать. Я думаю, что надо мне тоже XEM чуть-чуть подобрать. Вот. А по манеру тоже, да, давайте взглянем. По манеру вот вчера рисовал. Канал накопления. Все как бы... Манера, да, видите, он все еще выше. Опять же, огромный дивер. Посмотрите. И манера все еще удерживает траекторию повышающихся минимумов, как видите. В отличие от Dash даже. Потому что Dash к биткоину скорее вот в такую вот показал динамику в плане снижения. Так что манера в этом плане все еще может, на самом деле, дампануть куда-то, я не знаю, куда там сильнее, грубо говоря, до вот этой горизонтальной линии поддержки, если мы ее нарисуем. Вот. Как вариант. И все еще остаться... И еще быть более вкусным в плане перепроданности перед, понимаете, уже полетом на Луну. Вот. Поэтому, собственно, манера к доллару-то и держится. Если вы посмотрите, манера к доллару держится в целом на честном слове, как и любая другая криптовалюта. Но манера это... Слушайте, это хороший проект. Это даже Тон Вейс сказал, что манера это второй после биткоина, децентрализованный коин. То есть у Тон Вейса все это, скам, даже эфириум. И, знаете, вот такой вот сайт coinmarketcrap.co. Это, мне кажется, это любимый сайт Тони Вейса должен быть. Вот. Тут есть биткоин и все остальные щиткоины. Щиткоин один, щиткоин два, щиткоин три, щиткоин четыре. Вот. Поэтому, слушайте, иногда полезно на него смотреть, чтобы осознавать, что действительно это все щитки. Поэтому манера, это, конечно, да, это действительно децентрализованный коин. То есть его майнит, как вы знаете, очень много скрытого майнинга, который вы даже не знаете, что ваш телефон греется, постоянно разряжается, или комп. Он, на самом деле, кому-то майнит манера, каким-то хакером. Очень много всяких шифропанков и по всему миру, которые тоже увлекаются и майнят манерой. Поэтому он достаточно децентрализован. Такой анонимный дарк-коин. Но это не помешает ему, например, сходить вниз куда-нибудь на 160 баксов, понимаете, пощупать вот эту логарифмическую штуку и потом пойти наверх. Но это если мы говорим об удлиняющихся циклах, потому что это будет уже 23-24 год, ребята. Понимаете? А если все-таки не будет удлиняющихся циклов или будет медвежий рынок, то манера может, в принципе, прямо сейчас вот за ту замунить и потом уже уйти в коррекцию. Не знаю, по манеру выглядит хорошо. Но еще раз говорю, меня лично настораживает эфирчик. Да и потом про щиткоин и говоря, давайте будем учиться из истории, ребята. Вот на CoinMarketCap есть исторические снэпшоты. Вот когда я первый раз пришел на рынок, это был 15-й год. Посмотрите, какие монеты были в топе и сколько они стоили. Биткоин – 240 баксов. XRP – 0,008 центов. Лайткоин – третья монета – 1,5 доллара. Dash – четвертая монета – 2,7 доллара. Stellar – вообще бесплатный. Мейтсейфкоин – где он теперь? Нету. Битшерс – где они? В жопе. Мэксткоин – нету. Доджкоин – есть. Вот понимаете для меня признак, почему XRP, лайткоин, Dash, Stellar и доджкоин не скам? Потому что они не соскамились, ребята, за 6 лет. Они все еще в рынке и стоят дороже. Гораздо дороже. Где пиркоин? В жопе. Байткоин – в жопе. Манера – не соскамился. Неймкоин – нету. Кантерпати – понимаете? Ньюшер, Суперфарм – все. Где все эти альткоины? Их нету давно. А вот нем, ксем, тоже все еще с нами. Понимаете? Хотя и стоят достаточно дешево. И я вам так скажу. Даже если монета выпала из топ-100, вон Тезер, смотрите, где был. Это еще ничего не значит. И вы обратите внимание, что еще эфира даже не было. Еще не было даже эфира. Если вы посмотрите на 16-й год, например, май, вот это уже был альтсезон, уже появился эфир, посмотрите, сколько он стоил. 9 долларов. А Dash стоил 7 долларов. Ой, ребята, помню эти времена. Все, слушайте, я сейчас просто в ностальгию впаду. Поэтому, да, ходл побеждает, как вы можете видеть. Просто ходл побеждает в долгую дистанцию. Поэтому трейдите на небольшой объем комфортной частью вашей котлеты, которую вы могли бы засадить и потерять, и при этом не обломаться. Потому что мне вчера чувак пишет, что он поднял 100 тысяч долларов на споте за несколько лет и спустил их на фьючах за несколько дней. Ну, ребята, это очень, очень грустная история. Без шуток. Поэтому, слушайте, ваша задача не спускать деньги, а зарабатывать. Поэтому подходите к вопросу, к этому, со всей ответственностью. Зилику еще просили. Зилика к биткоину находится на дне, ну, на относительном, опять же, потому что вот у нее было абсолютное дно, как вы можете видеть. И мы вышли уже из того красного money flow, но потом у нас были вот эти дивера, был небольшой зеленый импульс в рынок, в ход денег. Дальше мы опять ушли вниз, и сейчас у нас неплохие зеленые точки вырисовывают. Но пока еще красный money flow. Зилика к биткоину может еще прощупать дно, но в целом выглядит очень вкусно в плане перепродности. Вот, зилика USD, при этом мы видим оптренд, когда весь рынок начали накачивать тезером, зилика тоже подросла. И пока еще зеленый money flow, но угасающий импульс. Поэтому, слушайте, зилика выглядит неплохо. Если это оптренд, то он будет вот так параболически закруглен. Но фишка в чем еще с зиликой, что это проект Unstoppable Domains. Я не знаю, многие из вас вообще знают, что это такое. Но в описании этого видео есть ссылка, если вы прокрутите в самый низ. Вот она, Unstoppable Domains. Это домены на блокчейне. Это вообще первое NFT, если что. Это токен стандарта ERC721, как и NFT. И это было еще задолго до того, как появился NFT hype. Я стал владеть NFT еще до того, как это стало мейнстримом. Короче, вот, Ithinksow.crypto. Это мой домен. Если вы хотите мне задонетить деньги, задонетить крипто, то вы идете вот, Ithinksow.crypto, и попадаете на мой домен. Что это из себя представляет? Собственно, в этом домене прописаны все мои криптоадреса. Если вы хотите мне отправить криптушечку, вам не надо знать все мои криптоадреса. Вы просто вводите Ithinksow.crypto, и вот они все адреса, на которые вы можете мне отправить крипты. Вот чем крут Unstoppable Domains. И это все разрабатывает как раз команда Zilliqa. Поэтому с этой точки зрения, да, может быть, у них еще хороший потенциал для роста, потому что тема-то на самом деле жареная. Хотя сейчас даже Dash эту тему двигают с адресами, с легкими адресами. Там вообще из телефонной книги, типа, вы будете отправлять. Просто находить человека по имени и отправлять ему. Вот, что, так, слушайте, я заболтался уже. Я хотел сделать это видео коротким про эфир, но в итоге долго-долго говорю. Про Wi-Fi еще кто-то спрашивал, про Yuffie. Ну, слушайте, Yuffie к биткоину на хайпе стоил, вот, я обладил в кружочек, 4 BTC. У меня прям руки чесались его тогда зашортить, но я не стал, потому что Yuffie, Wi-Fi, как я его называю, Yarn Finance, Yuffie монет очень мало, поэтому их легко пампить. Монет всего 36 тысяч с половиной. Соответственно, при капитализации, вничтожной в миллиард долларов, цена вот такая. И Yuffie может легко стоить еще больше биткоина опять. Легко может отскочить на выше, чем биток, потому что монет мало, и капитализация ни о чем. Вот. Но в целом, не вижу для этого причин. Да, это дефайный протокол, да, но сейчас очень много конкурентов, всякие суши и прочие, поэтому тренд явно нисходящий. Да, тут есть зеленая точка, но она пока тоже ни о чем. К доллару, ну, не нравится мне, как мы проваливаемся под сетку, так что будем посмотреть, что называется. Ну и, кстати, Тезис мы давно не смотрели. Тезис показывает интересный восходящий расширяющийся канал, и по-хорошему это может пробиться наверх, но вот сейчас, в данный момент, мы идем к нижней границе канала, поэтому Тезис осторожней. Тезис к биткоину, при этом на относительных лоях вообще, так что не знаю, как там хайп с Тезисом, поутихнет. Нет, просто вы поймите, монет сейчас очень много, очень много монет, по сути, их нахрен столько не надо. 15 тысяч монет уже, ребята, я когда последний раз проверял, было где-то 13 с чем-то, или 14. 15 тысяч монет, нахрен они не нужны, единственное, что хорошо, так это то, что для альтсезона это хорошо, поскольку BTC доминация падает, ребята, да, правда, у нас тут есть зеленые точки, осторожней, в моменте может BTC отскок быть, но в целом доминация падает только за счет того, что монет много, пускай даже они не учитываются в индексе доминации, там, по-моему, только с топ 100 учитывается, но тем не менее, чем больше альтов, тем больше ликвидности в них накачивается, и тем в итоге больше ликвидности из них будет выкачано обратно в биток, и биток сможет затузамунить, понимаете, даже вместо медвежьего рынка, который все ждут, вот что, поэтому такие пироги, и, кстати, на Binance Futures, если кто не знал, есть индексы, где вы можете торговать доминацией BTC, BTC дом, USDT, это индекс доминации BTC, правда он измеряется в каких-то своих числах, но тем не менее, если вы по-обыче настроены сейчас на альтсезон, то вы, грубо говоря, шортите доминацию BTC и зарабатываете ее USDT. Ну вот такие вот у меня сегодня пироги, а с вами был Гринни, это канал CryptoCommons, спасибо, что смотритесь, интересуетесь криптой, и помните, что мы здесь с вами в долгу не для спекуляции, не для хайпа, не для того, чтобы урвать быстрых иксов, а за технологию, за true, децентрализацию, за то, что это наши деньги, никто у нас их не может отнять, конфисковать, если мы храним правильно на аппаратном или холодном кошелечке, ссылка на которые в описании, вот, а не на бирже, ссылки на которые тоже в описании, конечно, но на них мы деньги зарабатываем и иногда даже теряем, помните об этом, а вот на кошелечках мы деньги храним, а с помощью рабочих обменников мы деньги выводим и заводим из фиатного мира в Зазеркалье и обратно, вот, ну и также наш телеграм-канал, вступайте в наши команды на биржах в состязаниях по трейдингу, смотрите полезные видосы, аналитику, графики и скоро увидимся в следующих видосах, пока, всем профитролей.